У нас есть ответственность соответствовать Ему, такой, какой Он есть. Мы можем представить людям. И люди начнут понимать, что Бог-то, Он хороший. Как мы проводили евангелизации в разных детствах. Ну, мы продолжаем. У нас каждую неделю практически часть команды едет в какие-то детские дома, интернаты. И я помню, мы на Рождество проводили такую серию евангелизаций в разных местах. И вот в одном детском доме директор этого детского дома меня так благодарит. Говорит, какие же вы хорошие люди. Как вы понятно объяснили о Боге. Вы так хорошо говорили. Это так коснулось нашего сердца. Это так важно для детей. Знаете, она сказала так много хороших слов. И потом она спрашивает, а вы из какой церкви? Я говорю, ну мы из разных церквей. Она говорит, ну из наших православных, не эти сектанты-протестанты. Я говорю, ну мы в основном из евангельских церквей. И она такая, ей стало так неудобно. Неудобно, она говорит, а почему про вас говорят столько плохого? Вы же такие хорошие люди. Я говорю, теперь вы, наверное, заметили, что вас обманули. Она говорит, да, это точно. Я неправильно думала о вас. Вы хорошие люди и делаете важное дело. И апостол Петр сказал, что когда мы делаем добрые дела, мы закрываем уста безумию невежественных людей. Люди говорят про нас, что мы сектанты или еще что-то, потому что они нас не знают. Но если они познакомятся с нами поближе, они будут любить нас. Это правда? Вы же хорошие люди, это правда? Вас можно любить? Можно, да? Хорошо. Просто они обмануты. Поэтому мы идем к ним. Поэтому мы что-то делаем для них. Поэтому мы что-то делаем с ними. Поэтому мы стараемся быть максимально понятными и доступными им. Поэтому мы учимся проповедовать на понятном для них языке. Все, туда не пойду. Это большая тема. Но мы иногда как завернем людям по великому благоволению, снизошедшей его благодатью, омытием его крови, сошедшей благодатью его или благоволением его через помазание Святого Духа ты можешь получить неописуемую благодать. И человек такой смотрит, чего? И правда, он тогда думает, сектант, однозначный сектант. Нормальные люди так не говорят. Мы можем простым языком говорить, понятным для людей, чтобы они понимали о том, что на самом деле быть верующим – это классно. Верить в Бога – это замечательно. И это приносит свободу. И я хотел бы с вами сейчас помолиться. Давайте встанем, помолимся. Я хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы Бог продолжил действовать. То, о чем мы говорим, мы представители Христа. И апостол Павел сказал, нам нужно быть мудрыми и дорожить временем. Однажды наш путь на этой земле закончится. И я недавно рассказывал кому-то историю, я увидел такой образ, который помогает сфокусировать свое внимание. Я думаю, что когда закончится наш путь на этой земле, на небесах не будет ценно то, сколько мы скопили здесь или сколько мы хотели сделать здесь. Я думаю, что мы будем оцениваться тем, насколько мы ответственно подошли к тому, что Бог ожидал от нас. Насколько хорошо мы исполняли его мечту. Насколько сильно мы вкладывали в то, чтобы его воля осуществлялась на этой земле. И его воля, она нам понятна. Нам не нужно заблуждаться, не нужно говорить, что я не знаю его волю. Вы знаете его волю. Его воля, чтобы все люди спаслись. А уже детали, каким образом, давайте по пути найдем эти детали. Его желание, чтобы каждый человек услышал Евангелие. И знаете, хочу вдохновить вас. Каждая ваша семечка Евангелия, она имеет значение. Я не знаю, как вас зовут, но вот вы говорили, что вы раздавали пригласительные. Хочу сказать, Вячеслав, не разочаровывайтесь. То, что вы делали, это замечательно. Апостол Павел сказал в послании Коринфянам, я насадил, а полос поливал. А кто взрастил? Бог. Мы делаем свою часть. Каждый раз, когда мы сеем Евангелие, когда мы проповедуем Евангелие, мы сеем семена. И знаете, Бог настолько мудрый, что Он знает, в какой момент и каким образом взрастить эти семена. Но до тех пор, пока семя не попало в почву, у людей нет шанса получить спасение. Поэтому возрадуйтесь каждому семени, которое вы посеяли. Вы заражаете людей этой возможностью получить спасение. Не разочаровывайтесь, если они почему-то не пришли в церковь. Давайте отработаем, и мы будем более качественно их приглашать. Но что самое важное мы можем сделать? Мы можем сеять Евангелие. Мы можем сеять эти семена в их сердца. Мы можем заражать их. Простите, что я вас поднял, но хочу рассказать вам еще одну иллюстрацию. Можно? Это было в Беларуси. Это такая из разряда страшилок. Мы проводили евангелизацию в одном поселке. И мы были в одном странном доме культуры. Там мне было половину крыши, и дождь шел прямо на сцену. Я стоял, проповедовал здесь, а вот здесь шел дождь рядом со мной. Это было странно. И часть людей, они обратились к Богу, но там в конце на галерке сидела молодежь. Они что-то выкрикивали, они смеялись, они вели себя вызывающе. И я посмотрел на них в конце и говорю, знаете, ребята, может быть сегодня вам кажется это странным, и вы просто смеетесь. Но поймите, однажды в вашей жизни может быть момент, когда никто и ничто не сможет вам помочь. В этот момент вы можете обратиться к Богу вот этими простыми словами молитвы. И все, я уехал. Прошло несколько лет. Мы снова приехали в этот поселок. Это здание выкупила, к счастью, Песятническая церковь, сделали ремонт, и там уже красиво. Мы проводили евангелизацию, и вечером поздно я возвращался домой и встретился с каким-то человеком. Ну знаете, если я ночью встречаюсь с каким-то человеком, как я уже вам сказал, думаю, что это не случайно. Я столкнулся с ним, он попросил у меня закурить, и я думаю, ну этого нету, но у меня есть что-то большее для тебя. И я начал говорить ему о Боге. И он остановил меня, говорит, можно я расскажу тебе одну странную историю, которая произошла в моей жизни, и я не могу найти ей объяснение. Я говорю, ну расскажи. Он говорит, несколько лет назад. Спасибо большое. Написано, что если даже стакан воды даст, то уже награда будет. Уже две награды, так точно. Спасибо большое. Это было очень вовремя. И вот он начал рассказывать. Он говорит, я был однажды на одном странном концерте. Там приехали люди, рассказывали о Боге, и в зале шел дождь. И он говорит, я тогда сидел в конце, смеялся и думал, что это все несерьезно. Потом вскоре я решил жениться. И моя невеста сказала, что выйдет за меня замуж только в одном случае, если я закодируюсь. И он говорит, я нашел какого-то колдуна, пошел к нему, закодировался. И говорит, все было вначале хорошо. Ну, от алкоголя, если не знаете, что это значит. И он говорит, вначале все было хорошо. Но прошло какое-то время. И он говорит, однажды я лежу у себя на кровати на пятом этаже, и слышу кто-то стучится в окно на пятом этаже. Он говорит, я подхожу к окну и смотрю демон с лицом этого мужика, который меня кодировал. И он говорит этому парню, а его звали Женя. Он говорит, Женя, я тебя не заставлял, ты сам ко мне пришел. И этот демон проникает к нему в дом и начинает терзать его тело. Он говорит, то душил, то резал, то замораживал, то как будто бы плитой давил. И он говорит, каждый день этот демон прилетал, стучался в окно, проникал, и он говорил, ты сам виноват. И день за днем, он говорит, он настолько много меня терзал, что я уже не выдерживал. И в один из дней он сказал, приготовься, завтра я прилечу и заберу твою жизнь. И он говорит, я испугался. И он говорит, я понимаю, что я не могу никому это сказать, потому что, ну, никто не поверит мне, я сразу же отправят в психушку. И он говорит, я настолько почувствовал себя беспомощным в этот момент, но, говорит, в этот момент я вспомнил. Это странное собрание. Это дочь на сцену. Этого человека, который стоял и говорил, если однажды в твоей жизни будет ситуация, когда никто и ничто не сможет помочь тебе, обратить к Богу в этой молитве. И он говорит, я встал на колени. Я, говорит, вспомнил все, что он рассказывал. Я вспомнил эту молитву. Помните, Павел говорит, я насадил, а полос поливал, а взращивал Бог. Бог знает, как напомнить людям. И он говорит, я встал на колени. Я помолился этой молитвой, которую он сказал. И какой-то мир пришел в мое сердце. И, говорит, пришел вечер, стук в окно, я подхожу. Этот демон посмотрел на меня и говорит, ну ты, Женя, даешь. Развернулся, улетел и больше, говорит, никогда не прилетал. И этот парень у меня спрашивает, ты можешь объяснить мне, что это было? Я говорю, ну садись, я тебе расскажу подробно. И у нас было с ним хорошее общение, хорошая возможность. И я пригласил его потом на служение. Поэтому возрадуйтесь. Не бывает бесполезных евангелизаций. Не верьте дьяволу, который говорит, ты напрасно трудился. Не напрасно ты трудился. Не напрасно ты раздавал брошюры. Не напрасно ты раздавал приглашения в церковь. Не напрасно ты проповедовал Евангелие. Не напрасно ты шел к людям. Это имеет значение. Это имеет важность. Это приносит людям спасение. И наша задача распространить как можно больше Евангелия. Мы можем засевать его. И мы можем научиться сделать это еще эффективнее, еще качественнее, еще лучше, осознавая, что однажды мы пристанем перед Богом. И мы дадим отчет за то, как мы прожили на этой земле. Однажды Он посмотрит на нас и скажет, все, время закончилось. Что ты скажешь мне относительно того, что я тебе поручил? И я помню, как Иисус шел мимо смоковницы. И написано за кадром, было не время собирать смоквы, а Он уже искал плоды. И мы иногда думаем, еще не время собирать плоды, а Иисус уже пришел. И Он посмотрел, на смоковницы нету плодов и сказал, засохни. и она засохла. И я вспоминаю другую притчу, когда виноградор не нашел плоды, и Он сказал, все, срубим это дерево. Но слуги сказали, давай еще улучшим жизнь этого дерева. Друзья, иногда в нашей жизни становится еще лучше, не потому, что Бог доволен нами, а потому, что это еще один шанс прожить не напрасно нашу жизнь. Давайте будем эффективными, давайте постараемся. И, знаете, у меня есть такой слоган, прожить еще один день не напрасно. Еще один год не напрасно. И я хочу пожелать каждому из вас, чтобы однажды, спустя год, вы обернулись назад и подумали, вау, еще один год моей жизни был прожит не напрасно. Апостол Павел говорит, дорожите временем. Однажды оно закончится. Не ждите, что будет лучше время. Не вспоминайте, как классно было в прошлом. Не думайте, что сейчас неудачное время. Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня время действовать. Давайте поднимем одну руку и скажем вместе со мной. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты веришь в меня. Ты пришел и поселился в меня. Ты избрал меня. И Ты дал мне привилегию идти благовествовать, говорить о Твоей любви. И сегодня я снова посвящаю свою жизнь Тебе. Все, что есть я и все, что есть у меня, принадлежит Тебе. Употребляй для Своей славы. Дай мне Твоей мудрости, чтобы я был еще эффективней. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хочу еще помолиться за вас. И если кто-то из вас болен, просто положите руку себе на грудь. И знаете, для исцеления очень просто. Нам нужно отказаться от болезни. Нам нужно разрешить Богу исцелить нас. И потом начать действовать. Это очень просто. Исцеление получить очень просто. Если вам сегодня нужно исцеление, скажите вместе со мной, во имя Иисуса, я отказываюсь от болезни. Я не хочу быть больным. Болезнь во имя Иисуса. Уходи от меня и больше никогда не возвращайся. Ранами Иисуса я исцелен. И я соглашаюсь иметь совершенное здоровье. Прямо сейчас я принимаю мое исцеление. И я соглашаюсь быть исцеленным во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты действуешь. Ты исцеляешь. И Ты совершаешь чудеса. Спасибо Тебя, Господь. Аминь. И я коротко помолюсь за Вас. Господь, я благословляю этих людей. И властью, которую Ты дал мне, я приказываю всякой немощи и болезни оставить этих людей. Во имя Иисуса я запрещаю всякой болезни, всякой боли, всякой причине, вызывающей эту немощь и болезнь. И я провозглашаю исцеление и совершенное здоровье. Во имя Иисуса я просто повелеваю всякой боли уйти. Прямо сейчас. И я провозглашаю Божье совершенное здоровье. Господь, я прошу Тебя, Ты прикоснись и, как Ты обещал, восстанови каждое из этих тел. И я молюсь с верой, что Твоя сила сейчас касается этих жизней, касается каждого тела. И Твое восстановление действует в их телах прямо сейчас. И я благодарю Тебя, Господь, за Твои чудеса, за Твое исцеление, Твое восстановление и Твое благословение для каждого из этих людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Скажите, спасибо Тебе, Господь. Я исцелен. Аминь. А что сейчас? Пока я не ушел, вам нужно проверить себя. Всегда говорю. Знаете, Иисус сказал человеку с сухой рукой, протяни руку свою. И когда он начал действовать, его рука стала исцеленной. Поэтому, если у вас болела рука, попробуйте проверять. Парализованному он сказал, встань и ходи. Если у вас болела спина или ноги, вы можете наклониться, поприседать, проверить себя. Попробуйте обнаружить, куда делать эту болезнь. Если у вас было глухое ухо, закройте то, которое вы слышали и начните слышать другим. Точно так же с глазами. Если вы не могли читать, берите сейчас маленькую книжку, еще что-то. Не начинайте смотреть, начинайте читать. Проверяйте, проверяйте себя, сделайте то, что не могли. Кто чувствует, что сейчас оставила его боль? Есть такие люди? Вот вы проверили себя сейчас. У вас что-то прошло. Что у вас болело? Подвернутая лодыжка. И сейчас не болит? И можете вот так пошевелить ногой. Не болит? Слава Богу. Дайте Богу аплодисменты. Слава Богу. Кто еще чувствует, что что-то ушло? Что у вас произошло? Плечо болело. И сейчас можете, не болит. Слава Богу. Кто еще чувствует? У кого еще какая-то боль? Во имя Иисуса. Всякая боль должна уйти на 100%. Во имя Иисуса Христа. Кто еще? Кто чувствует, что у вас? Во имя Иисуса соглашаюсь. Стопроцентное восстановление. Спасибо тебе, Господь. Дайте Богу аплодисменты. Кто-то еще чувствует? Проверяйте, что у вас. Наклонить. А так повернуться? Сидеть было больно. Во имя Иисуса никогда не вернется эта болезнь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Продолжайте проверять себя. И обнаружьте ваше исцеление. И засвидетельствуйте потом. Знаете, в заключение. Простите. Мой пастор мне говорил, блаженный, говорящий, кратко их еще позовут. Но я уже совсем заканчиваю. Знаете, когда мы молимся за исцеление, Писание говорит, молитва веры что сделает? Исцелит болящего. И дальше и восстановит его Господь. Мы сейчас с вами помолились. Я молился с верой. Я вам обещаю, что я молился с верой, и это молитва веры. Она исцелила вас, то есть она убрала болезнь. И Бог сейчас восстанавливает вас. И знаете, я это очень часто показываю людям наглядно. Вот возьмите одну руку, поднимите. Предположим, это ваше тело. А вторая рука, это болезнь. И теперь давайте болезнью воздействовать на тело. Ущипните себя, сделайте себе больно. Вот ущипните, сделайте больно, держите, держите. И потом мы молимся молитвой веры. Молитва веры что делает? Убирает болезнь. А как ваше тело? Ладно, еще чуть-чуть чувствуется, она уходит. Вот этот процесс восстановления. То есть, когда мы помолились, молитва веры убрала болезнь. Сейчас, когда мы помолились, болезни ушли. И сейчас идет процесс восстановления. Бог наводит порядок в ваших телах. И некоторые из вас, я понимаю, у вас внутренние болезни. Придете дома, проверите. Или спустя какое-то время вы обнаружите, что Бог забрал ее. Вы можете уже начать благодарить Бога за то, что Он вас исцелил. Пусть Бог благословит вас. Будьте эффективны. Проповедуйте Евангелие. Сейте проповедь Евангелия. Участвуйте в евангелизациях. Проживите еще один год не напрасно. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ